приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзьям и вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео поговорим о нашем ангеле-хранителе поговорим о знаках а сигналов которые посылает нам а наш ангел-хранитель и если ваш ангел хранитель хочет вас предупредить то он посылает вам один из этих пяти сигналов обязательно просмотрите это видео от начала до конца и в этой достаточно тяжелое время обязательно следите за этими знаками дело в том что ангелы нас очень сильно оберегают в то же время нам дают подсказки направляют нас это божественные создания которые помогают каждому человеку в жизни конечно же одним как они считают помогает а другими нет просто они не готовы входить с ними в контакт они не готовы с ними общаться простить их о чем-либо или благодарить а это очень важно иметь на энергетическом уровне иметь именно контакт очень хорошо чтобы было развита вашей интуиции каждый раз когда вы будете обращаться к своему ангелу-хранитель ангел-хранитель всегда будет вам подсказывать но только помните о том что ангел-хранитель это не материальное существо как мы люди все что у нас можно потрогать до дотронуться с нами можно разговаривать ангелы-хранители живут в ином мире который нам к сожалению может быть к счастью недоступен но благодаря ангелам благодаря этим знаком которые они на к нам посылают мы с вами можем быть предупреждены знаете у каждого человека имеется свой уникальный ангел-хранитель дело в том что у кого-то он может быть один а у кого-то их может быть несколько или много но все дело в том что каждый из нас может к нему обратиться в любую секунду в любой момент своего времени и попросить о любой помощи главное чтобы эта помощь не противоречила божественным законам и правилам помните об этом также ангелы они очень уважают нашу свободу воли и никогда не будут вмешиваться и если вы их не призовете свою жизнь и попросите одержать какую-либо по поддержку то к сожалению они будут с вами рядом возможно вот что-то пытается вам подсказать помочь но это вы не будете ощущать дело в том что ангелы всегда общаются с нами через интуицию и через конечно же специальные сигналы но если вы например сомневаетесь например в правильности какого-то решения вы всегда можете обратиться к ангелу за том чтобы он вам подсказал или направил вас на какой-то правильный для вас путь именно в тот момент и вот именно ангельские знаки помогают нам ощутить с ними связь они укрепляют нашу интуицию и придают нам уверенности понимание того что нам нужно двигаться вперед или мы двигаемся в заданном правильном направлении кроме того ангелы постоянно подают нам знаки особенно когда они хотят привлечь наше внимание наши ангелы знают все наши сокровенные желания мечты истинные чувства наши страхи недостатки ангел знает нашу вот найти нашего истинная но именно как человека в духовном понимании на энергетическом плане и когда ангел хороните хочет нас предупредить или например напомнить о чем-то важном он посылает нам определенные знаки и так первый знак это звон в ушах знаете звон в ушах это наверно один из распространенных способов связь между ангелом и человеком это может быть быть знаком поддержки который напоминает нам о том что ангелы рядом и готовы нам помочь это также знак подтверждения особенно звон в ушах указывает на то что ваши поступки и мысли в этот момент правильны и важны если вы и ощущаете звон в ушах знаете ангелы сообщают что вы наверно на правильном пути и вам нужно продолжать двигаться в этом же направлении далее следующий знак того что ангел хранитель хочет вам помочь это число 11 вообще числа это универсальный язык который ангелы используют для связи с нами и когда вы видите какие-то повторяющиеся числа в своей жизни это послание значение которого зависит конечно же от конкретных цифр частности число 11 имеет много значений и ангелы часто посылают его раз за разом когда хотят вам что-то сообщить например вы можете посмотреть на часы и увидеть что 11 часов 11 минут или например вы можете идти по улице где-то прогуливаться ни с того ни с сего вы увидите например 11 дом дробь 11 или еще что-то в этом или можете например и ехать и перед вами вот машина ехать где будут знаки с 4 единиц если вы на это обратили внимание то есть может быть так что машина каждый возле вас проезжать но вы не обращали на это внимание а в один из дней вы обратили на это внимание знаете что это именно означает пробуждение ангел-хранитель призывает вас проснуться либо в духовном либо в том смысле что вам пора например осознать какую-то истину понять что-то от которой вы сами отворачиваетесь например возможно отношение себя исчерпали или например вы не знаете увольняться вам с работы или нет или например брать вам в кредит на развитие бизнеса или не брать вот такие вот моменты всегда вот обращайте на числа также особое внимание далее знаки которые дают ангелы в виде перьев если вы вдруг нашли перышко или пи перья то этот это также знак от вашего ангела-хранителя и он говорит нам о том чтобы вы ни в коем случае не унывали это утешение что все будет хорошо и вы не одиноки на своем жизненном пути и это говорит еще и о том что не нужно сражаться с какой-то своей проблемой или с бедой в одиночку просто попросите ангелов о помощи и о наставлении обязательно в самое ближайшее время появятся люди события которые помогут и подскажут вам как же вам дальше работать двигаться и так далее далее какой кими еще знаками ангелы-хранители располагают это ястребы дело в том что ястреб сам по себе это символ интуиции и ангелы когда она посылает ястребов как знак что вам следует следовать за своими какими-то инстинктами потому что интуиция не подводит вас даже если ваша точка зрения как вариант может отличаться от большинства людей ястреб говорит нам о том что нельзя игнорировать истину которую вы пришли или которые есть сейчас у вас в руках иначе в будущем это может обернуться для вас проблемой следующий признак который говорит о том что да действительно вашей жизни ангелы он стучится к вам дверь и чтобы вам дать какие-то определенные подсказки это странное ощущение в районе солнечного сплетения напоминаем что чакра солнечного сплетения она расположена на 5 сантиметров ниже пупка и она очень крайне чувствительно к энергии именно поэтому про и про вот интуицию возможно вы слышали то такое выражение как нутром чую вот именно ангелы и хранители посылают ощущение в этой области области чтобы предупредить что что-то например не так вашей жизни как это может еще проявляться вы можете ощущать тошноту какое-то напряжение возможно какой-то быть легкий дискомфорт обращаем ваше внимание что ни в коем случае нельзя игнорировать эти чувства обратите внимание на то в какой момент вы их чувствуете и они проявляются если например вас может ни с того ни с сего начать тошнить в присутствии какого-то человека и это говорит вам о том что вам как минимум не стоит оставаться с ним наедине то есть это возможно человек несет вам какой-то негатив или какую-то не очень хорошую программу вашу жизнь поэтому очень важно что вы сами для себя начали изучать знаки ангелов конечно же это также может еще и проявляться например когда вы слушаете какую-то песню музыку ни с того ни с сего вы знаете вот какие-то строчки вам прямо вошли ваш мозг и прямо повторяются и повторяются возможно вы стабе стояли на остановке или где-то были в гостях и что-то обсуждали ни с того ни с сего вы прямо знаете вам как будто кто-то сделал акцент что обратите внимание или обратите внимание на ту или иную информацию так также ангелы-хранители помните о том что вам нужно какого-то как-то тут магнитик или это как-то губка принимать информация которая может появляться иногда это может быть как и в чем-то быть зашифрована также к вам может приходить информация через сны очень важно чтобы и умели читать и понимать потому что чем лучше вы научитесь распознавать знаки ангела своего тем более четкой будет ваша интуиция если вы не понимаете какой-то знак да то есть что-то появилось в вашей жизни но вот вы не знаете что с этим делать возьмите обратитесь к ангелу чтобы он вам разъяснил через к людей через интернет то есть подскажите то есть сообщайтесь именно с ангелом как будто он с вами находится но проблема вся в том что вы можете говорить а он вам будет посылать сигналы к сожалению вот так вот наш нашу материальном мире все работает и ангел-хранитель всегда найдет способ показать вам то что вы должны увидеть или то что вы должны понять для то что вы могли принять правильное решение для того чтобы вы могли осознать возможно какую-то свою ошибку то есть вы знаете вариантов достаточно много и все зависит только от вас готовы ли вы услышать вот те знаки которые вам посылает ваш ангел-хранитель кроме того бывает так что например вы не чувствуете не слышите своего ангела знать вот как в деревянный как деревянный человек который нет вот как находитесь в каком-то таком как скорлупе и не ничего не чувствуете но может быть так что кто-то из ваших близких из родных очень у него хорошо развита интуиция и вот он вам может давать какие-то подсказки тогда придерживайтесь слушайте такого человека друзья мы надеемся что эти советы эти рекомендации для вас были очень полезны и важны с вами как всегда был канал эзотерика для тебя подписывайтесь на наш канал ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии а прямо сейчас на экране увидите два прямоугольника это следующий рекомендованные видео для вас нажимайте смотрите там много полезной важной нужной и интересной информации